Несмотря на выходной день, сотни девчонок со всего Пермского края собрались в культурно-досуговом центре «Азот» для участия в турнире по художественной гимнастике, посвященному Международному женскому дню. Накал страстей, безупречная подготовка и мощная мотивация – вот чем примечательны подобные мероприятия. Таисия Пономарева посвятила этому виду спорта целых 7 лет и после своего выступления в победе уверена на 100%. А вот Сабрина занимается не так давно, но ее четкие и грациозные движения покорили сердца жюри. Спортсменка совсем не волновалась, это и понятно, ведь уровень подготовки наших девчонок поистине потрясающий. К тому же ей очень нравится выступать. На площадке она словно рыба в воде. Соревнования мне очень понравились, но там чуть-чуть я где-то споткнулась, и я все равно пришла в себя, и у меня начали движения быть очень хорошо. Количество участников растет с каждым разом. Сегодня их было больше 100. И это еще раз показывает, что для спортсменок важны такие соревнования. Это позволяет получить бесценный опыт выступлений и защитить спортивные разряды, а также получить новые. Эти соревнования важны для березняковских гимнасток, так как они идут разрядные. Ну и дружеский турнир у нас. Кто-то выступал у меня с обручем вообще первый раз. Ну мы на тех соревнованиях выступали только без предмета, а на этих мы уже поставили обруч. Ну старались, но надо работать. Отмечу, турнир проходит уже второй раз в рамках программы развития детского спорта при финансовой поддержке филиала «Азот» компании «Уралхим». Хочу напомнить также, что в прошлом году в рамках проекта, реализуемого группами компанией «Уралхим» «Миссия чемпионов», воспитанники нашей секции художественной гимнастики побывали на мастер-классах «Чемпионки мира» Маргариты Мамонтов. Сегодняшним участницам я желаю замечательных выступлений, удачи, и я верю, что «Миссия чемпиона» будет выполнима и приведет вас к победам. Филиал «Азот» уделяет большое внимание отделению художественной гимнастики. Недавно, к примеру, были приобретены специальные гимнастические кубы, которые очень важны для тренировок. И приятная новость – секция расширяется, ведь все больше ребят хотят серьезно заниматься этим грациозным спортом. В связи с этим открыт новый весенний набор, а наши девчонки не зря были уверены в победе. Таисия и Сабрина заслуженно получили золотые медали и теперь готовы покорять новые вершины. Ольга Распономарева, Дмитрий Асташкин, Кирилл Деранцев. Наши новости.